Саша, ты совсем с ума сошел? Ты куда меня позвал? Здесь даже домов жилых нет. Во-первых, привет, Маша. Привет. Может, здесь и нет жилых домов, но зато сюда ездят на работу люди. И у них была проблема, здесь не было освещения совсем. Они долго ждали, просили. Вот, наконец, первые столбы уже установлены, скоро здесь загорятся новые фонари. И тебе вообще удобно на каблуках-то по промо-площадке ходить? Да вот не слишком, потому что я-то хотела тебя позвать посмотреть на отремонтированные, благоустроенные, комфортные дворы. Там на каблуках было бы самое то по-новому асфальтику ходить. Ну тогда поехали туда съездить. Ну поехали. 22 двора в Череповце уже преобразились за этот летний сезон. Еще на 23 полным ходом кипят работы. А всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» в городе благоустроит 79 придомовых территорий. Спецкомиссия уже начинает оценивать качество ремонтов. Многолетняя проблема 12-го дома по улице Химиков – огромная лужа, которая появлялась возле третьего подъезда после каждого дождя. Сегодня здесь проводят необычные испытания. Выливают на новое асфальтовое покрытие несколько кубометров воды. Я осторожил этого дома, этого двора. Заехал 2 февраля 78-го года. Что хочу сказать? Хочу сказать, что очень долго мы ждали вот такой красоты, какую сделали. Стопила и все прочее было там. Значит, я обращался. Все-то нормально. Я считаю, что работа проделана большая, колоссальная и все хорошо. Может какие-то есть небольшие незачеты. Прошу исправить. А остальное все прекрасно. Душа радоваться. В целом жители довольны долгожданным ремонтом. Здесь построены тротуары, новые парковочные места, отремонтирован существующий проезд. Жители благодарят. Но вместе с тем от жителей также поступал сигнал о том, что дождь, который совершенно недавно был в Череповце, после данного дождя образовалась лужа и вода заставится и не уходит в ливневую канализацию. Пригласили машину спецавтотранса, которая осуществила проливку территории, чтобы нам посмотреть, уходит ли вода и каков уклон. И действительно выявили то, что лужа образовывается, не уходит. Поэтому мэрия города Череповца и департаментом ЖКХ будет выдана замечание подрядчику на устранение. И часть участка будет отфрезерована и заново будет уложен асфальт. В остальном этот двор за месяц работы действительно преобразился. Теперь у жильцов появилась оборудованная парковка. Раньше машины приходилось оставлять и на газоне. Правда, жители мечтали получить еще более вместительную стоянку. Тут были сети, заложены резервные трубы, которые тут, вот они как раз в конце у них выведены, именно в местах, где сейчас располагаются газоны. Поэтому увеличить парковочные места в этих местах не представилось возможным. За счет увеличения ширины проезжей части увеличилась пропускная способность двора. Так как двор является со сквозным проездом, то есть, ну, раньше, наверное, тут был такой момент, что вопросы с разъездами. Здесь были сделаны парковки, увеличены парковочные места, проложены резервные трубы, заменен асфальт на проезжей части, тротуары сделаны. Работы прошли в штатном режиме, вопросов с жильцами по большому счету не было. Управляющей компанией был разработан проект, то есть, благоустройство, все обрисовано именно водоканалом. С жителями дома мы работали совместно, то есть, они помогали нам. Все были желания учтены с жителей, то есть, это будет благоустройство, будут скамеечки установлены, урны, потом будут цветы, скамеечки уже заказаны. Еще было условие то, что у лежачих полицейских этот вопрос тоже прорабатывался. Два раза в неделю мы ходили здесь, проверяли, то есть, какие-то, если были нюансы, мы сразу обговаривали с подрядчиками, то есть, у них устраняли, если какие-то у нас были замечания. Пробы асфальта в этом дворе тоже хорошие. Показатели даже превысили заданные проектом нормы. Каждый слой по 4 сантиметра. А вот уже на следующем адресе Беляева-7 вырубку асфальта пришлось делать дважды. В первом случае толщина покрытия оказалась недостаточной, до нормы не хватало сантиметра. Тем не менее, жильцы ремонтом своего двора остались довольны. Ну, нехватка парковочных мест, это первая была проблема. Ну, в принципе, только это. В общем-то... Нехватка парковочных мест. А сейчас знаете, сколько получилось мест? Не считали? Нет, не считали. Не считали, но у нас одно единственное обижающее, что у нас 64-й дом все равно старается к нам поставить. Не хватает мест. Вчера ездили машины. Нам своим жильцам всем бы хватило места. Восстановлены газоны, заменено асфальтовое покрытие, сделаны парковки у обоих домов, совместная парковка между домами сделана. Сделаны входные группы подъезда с колясочными съездами индивидуальными. Сделан общий тротуар, который идет с торца дома вдоль детского садика. Он уже, ну, практически он завершен, за исключением работы там у третьего дома еще ведутся. Когда тот дом будет заканчиваться, соответственно, тротуар там тоже закончится. Вторая проба асфальта в этом дворе на Беляево была удачной. Тем не менее, спецкомиссия договорилась с подрядчиком о дополнительных вырубках покрытия. Только после этого двор будет принят. Гарантия на работу по программе «Комфортная городская среда» – 5 лет. Но есть и зона ответственности самих жителей. Обязательное трудовое участие в жизни своего двора после ремонтов. Клумбы, скамейки, детские городки, новые деревья и кустарники. Поле для деятельности огромное. До 16 светильников в день меняет одна бригада электросети. Сегодня монтажники работают на перекрестке Победы-юбилейные. У предприятия стоит задача. До конца лета весь проспект должен озариться новым светом. В данной программе у нас в планах за июнь и июль месяц 669 светильников. На данный момент смонтировано 541 штука по остаткам 128. В среднем одна бригада, в зависимости от погодных условий, от нюансов, меняет где-то 12-16 штук в день. На данном этапе у нас смонтировано от улицы Комарова до улицы Максима Горького. От Максима Горького до Советского проспекта по одной стороне смонтировано. И далее от Советского проспекта, включая Ягорский мост, и до улицы Олимпийская вместе с дублерами. Там, где еще не установлено, там светильники стоят других мощностей. Ждем поставки. В зависимости от интенсивности движения, от ширины проезжей части и расстановки опор. Расстояние между опорами, да, если идет нормативно, там 20-25 метров, то светильники и двухсторонние, да, выбираем в меньшей мощности. Если с одной стороны освещение идет, ставим немножко помощнее. Вот, и учитываем также коэффициент деградации светодиодов, чтобы весь срок эксплуатации светильников освещенность не снижала и была нормативной. Выбраны основные улицы, значит, у электросети. Это проспект Победы, Советский проспект, Октябрьский проспект и путепроводная развязка Кирилловского путепровода. Мупа-электросвет меняет небольшие объекты, такие как Безымянная улица, Ломоносова, Мира. Там, где совсем плохое освещение. Светильники меняем со сроком эксплуатации более 20 лет. Городская программа по замене уличного освещения стартовала в июне и рассчитана на два года. В 2021 смонтируют 2800 новых ламп. Они светодиодные, дают белый свет на 5000 кельвинов. Это примерно как светит солнце в полдень. Старые натриевые фонари тоже энергоэффективны, но сейчас светодиодное освещение обходится дешевле, отмечают специалисты. Экономия от новых ламп ежегодно будет составлять 25 миллионов рублей. Мы все светильники мощностью от 100 ватт применяем с функцией диммирования, чтобы можно было в ночное время с 0 до 6 снижать интенсивность светового потока, ну и экономить. Меняем светильники, они сразу же приносят экономию, и сразу же на эту экономию покупаем новые светильники. У новых светодиодных ламп 5 лет гарантии, 10 срок эксплуатации. За два года заменят СИБО 7600 светильников. Использованное же отдают в природоохранный центр на утилизацию. А на этом участке в километр на улице Беляева от Питина до границы Череповца свет был только от автомобильных фар. Сегодня же вдоль проезжей части стоят 32 фонаря. Их установили по областной программе Светлые улицы Вологодчина. Здесь идут с этой стороны ограничения по сетям, там меньше ограничений по инженерным сетям, то есть они находятся в стороне, соответственно мы не нарушаем их охранную зону. Обе полосы будут освещать. Стоят светильники 120 ватт по мощности, поэтому будет достаточно на обе стороны. Третий год уже реализуется в городе Череповце программа Светлые улицы Вологодчины. По данной программе уже построено около 100 объектов. В этом году планируется построить 39 объектов уличного освещения. В данный момент разыграны конкурсы на 21 объект. Первый лот уже реализуется, второй лот приступает в начале августа. В списке внутриквартальные тротуары, небольшие улицы, такие как Липецкая, Широкая, Семенковская и популярные зоны отдыха, как спортплощадку Дворца Химиков и скверы на Гагарина и Карла Липкнефта. Заречная, Кирилловское шоссе 78-80, стройиндустрия, это один из самых больших объектов до улицы Промышленной. Было много обращений от промышленных предприятий, выходили и на депутатов, и в мэрию писали, и в департамент ЖТХ. Вот наконец-то этот проект будет реализован. Скорее всего на следующей неделе уже освещение там будет работать. Идет установка опор, про светильники, провода везде, а опоры есть, где внутриквартальное освещение, там идет по опорам Альмуп электросети. Новые светильники на всех заявленных участках должны появиться до середины сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова